Если ты покупаешь такую маленькую морковку в специальных пакетиках за 400 рублей и регулярно употребляешь брокколи, причем в чистом виде, то лучше сразу отсюда уходи, потому что, скорее всего, у тебя случится сердечный приступ. А мне эти проблемы не нужны. Ты на канале Die5Top, это тот самый ублюдок с фейк-радарой, и сегодня мы поговорим о вкусненьком. Как ты уже мог понять, сегодня речь пойдет о еде. О вредной еде, но как может оказаться в ходе этого видоса не такая уж она и вредная? Давайте обойдемся без долгих предисловий и сразу приступим. Ну давай бомби. Пальмовое масло. Его вообще сделали каким-то символом вредной пищи. Россиян убивает ПМ. Это так называют пальмовое масло. Если посмотреть телевизор, то можно сделать вывод, что хуже пальмового масла могут быть только эти ваши спайсы. Да даже моя мама, походу, первым делом в магазине обращает внимание в составе именно на пальмовое масло. А что, если прямо сейчас поговорить о пользе пальмового масла? Ведь такого еще никто не делал. Получается, что я буду первым? Окей, пальмовое масло в Африке начали использовать уже более 5000 лет назад, а к нам, в Европу, оно приплыло в 18 веке. Сейчас чаще всего его можно встретить в кондитерских и мучных изделиях, в фастфуде и в полуфабрикатах. Пальмовое масло добывают из плодов пальмы, как бы неожиданно это ни звучало. А его главной особенностью является высокое содержание насыщенных жиров. Об этом говорит Элис Лихтенштейн, старший научный сотрудник научно-исследовательского центра питания человека, университета Тафтса. Это для тех, кто постоянно требует источники. В продуктах это масло обеспечивает текстуру, объем и тому подобное. Раз мы тут с вами мифы развеиваем, то и давайте мифы про пальмовое масло мы тоже разоблачим. Есть миф, что пальмовое масло не переваривается, так как температура его плавления выше, чем температура человеческого тела. Фигня! Переваривание происходит не под воздействием температуры, а при помощи ферментов и поджелудочной железы. Так что переваривается в организме масло замечательно. Далее. Во всех развитых странах пальмовое масло запрещено. Фигня! В Европе, в США, в России, в Южной Корее оно пользуется неплохим спросом, так что тут и обсуждать нечего. Ну и напоследок. В пальмовом масле нет ничего полезного. Полная фигня! При всех недостатках масла оно является рекордсменом по количеству витаминов А и Е. А особое красное пальмовое масло по содержанию витамина А вообще превосходит даже рыбий жир. Кстати, мы же с вами экспериментаторы. Так давайте я на себе проверю пальмовое масло, причем в максимальной ее концентрации. И как всегда с вами поделюсь своими ощущениями. Сейчас мы попробуем добыть масло прямо из этой пальмы. Погнали! Смотрите. Давай-давай, родная! Вот она! Вот она льется прямо из пальмы. Ну что, пробуем? Довольно вкусно, питательно. Как вы видите, со мной ничего нет. Советую. В больших количествах, конечно, пальмовое масло употреблять не стоит, потому что это может негативно сказаться на здоровье. Но это касается вообще всех добавок. Теперь давайте пройдемся по более баянной, но все же до сих пор противоречивой теме. ГМО. А раз тема такой еды является противоречивой, то давайте на этот счет спросим мнение людей. Мы вышли на улицы города, чтобы спросить у совершенно случайных людей, что они думают по поводу еды. Считают ли они калории, понимают ли они вредную, пищу полезную вообще, чем они питаются? Ну ты первый человек, давайте спросим его, подождите, подождите. Что это? Просто, просто один вопрос. Это ютуб, это ютуб. Я знаю, что вы на ютубе делаете, сейчас вы меня снимете, а потом нарежете, как надо. Нет, 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 пару вопросов по поводу еды. Еда переоценена. С того, как я начал есть фрукты, я стал себя чувствовать намного лучше. У меня появился прилив сил, концентрация. Кому вы себя вообще причисляете? Вегетарианец, мясоед, всеядный. Я против гомофобии. У них есть семьи, города. Нам надо быть более толерантными. Такой вопрос, считаете ли вы калории в пище, которую едите? Ты напялил на себя вот эту майку со львом, что ты думаешь, ты лев дофига? Нужно быть вегетарианцем, потому что если ты вспомнишь всех животных вегетарианцев, например, слон, носорог, бегемот, кала, шимпанзе, блоха, топыр и этот самый еще. Как его? Ну с ростом который, осьминог, да. То есть вот эти животные, они огромные все. Например, тигр, кит, скат, они все маленькие. Почему все качки, они маленькие? Они могли бы накачаться еще больше, если бы они не ели мясо, они были бы как слон. Что вы думаете по поводу белых медведей? Они, кстати, черные на самом деле. Какое-то послание зрителям по поводу того, стоит ли о еде думать? Не стоит ли о еде думать? Как это сортировать, ее нужно ли? Итак, генномодифицированный организм это тот организм, который был изменен методом генной инженерии. На сегодняшний день не существует в мире исследований, которые бы доказывали существенный вред ГМО на организм человека. Но зато на волне всех этих бросов хорошо стали продаваться все эти экопродукты, на которые молятся впечатлительные люди, благодаря которым предприимчивые бизнесмены покупают себе очередной гелик. Технология создания ГМО позволяет улучшать свойства продуктов, и в итоге они быстрее растут, медленнее портятся и становятся более устойчивыми к вредителям. Для тех, кто говорит, что ГМО это антиприродно, просто взгляните на вирусы растений, а они частенько таскают гены от одного растения к другому. Многие в магазинах ведутся на указания «не содержат ГМО», но это вовсе не является признаком полезного продукта. Маргарин без ГМО может содержать большое количество трансжиров, а какой-нибудь овощ, например, может быть напичкан огромным количеством удобрений. Но главное, что без ГМО. Чем меньше человек имеет представлений о том, что такое организм, что такое ген, что такое микробиология гена, тем более резко отрицательное у него представление об этом. Так что ГМО опасаться не стоит, эта технология абсолютно прозрачная, и люди с ее появлением лишь облегчили себе жизнь. Ну, я надеюсь, ты не сторонник теории заговора. Ближе к концу давайте поговорим о глютене. Глютен это то, что сейчас указывают на огромном количестве продуктов, точнее его отсутствие. Глютен, он же клейковина, это вещество, которое входит в состав белка ржи, пшеницы и большинства злаковых. Чем больше глютена содержится в муке, тем легче из этой муки сделать тесто. Также его добавляют в продукты для нужной текстуры. Истерию по поводу глютена можно сравнить с истерией по поводу пальмового масла. Говорят, что клейковина приводит к ожирению, вздутию живота, увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает рак и многое другое. Давайте тут пройдемся по порядку. Ожирение вызывает не глютен, а активное поедание мучного при пассивном образе жизни. Об этом многие и так догадываются. В журнале Национального центра биотехнологии информации опубликовали результаты экспериментов, где говорилось о том, что продукты, содержащие глютен и дискомфорт со стороны пищеварительной системы не влияют. То, что от употребления глютена страдает сердце, научно доказать пока тоже никто не смог. Про рак, если честно, тема вообще на отдельный выпуск. Кто-то ведет здоровый образ жизни, регулирует свой рацион питания и при этом заболевает, а кто-то пускается во все тяжкие и при этом проживает долгую здоровую жизнь. Этот вопрос крайне индивидуален и рассказывать о нем поверхностно не стоит. Сегодня вся эта фанатичность вокруг еды кажется просто каким-то модным явлением, а все эти ЗОЖ-модники хотят выделяться и чувствовать свое превосходство надо мной, человеком, жрущим бургер каждый четверг. Вот вам реальная история, которая приключилась со мной буквально вчера. Владик, еб***ь, я тебе званю, упишу, стучу. Чего ты не открываешь, как обычно, через балкон залез? Я тебе похавать принес, как ты просил. Два яйца и банан. Ты ж ЗОЖник у нас дофига. Вон все. Как ты любишь. Владик. Владик. Эй, ты спишь? Тито! Ужин твой, как обычно, на, ешь. Да меня за***ли эти яйца. Да меня за***ли, банан. Ты тоже меня за***ли. Я хочу нормального, сука, куриного, доширака, как нормальные люди. Быстро пошел за дошиком, куриным и поострей. И колу возьми, ублюдок. Давай, иди. Не возвращайся никогда тут, разоблачитель мифов. На самом деле, за едой следить, конечно, нужно, но углубляйся в вопрос. А лучший ЗОЖ для человека это не морковка за 500 рублей, а регулярное обследование у врачей. Берегите здоровье. На этом сегодня все. Естественно, я не мог рассказать о всех продуктах и о всех добавках в этом коротком видосе. И поэтому, кто знает, может выйти вторая часть. Подписывайся на канал, ставь лайк, пиши коммент, как всегда, свой конструктивный. Можешь подписаться на меня в инстаграме, все ссылки есть в описании. Кстати, если ты еще не видел, то можешь посмотреть мои прошлые выпуски. 5 самых популярных мифов об армии и думают ли мужчины только о сексе. Можешь подписаться на канал, ставь лайк, пиши коммент, пиши коммент, пиши коммент.